Слав Владимирович, добрый день. Добрый день. Хотел с вами поговорить немножко про экономику. Давайте попробуем. Вот эти события, которые сейчас происходят на Украине. Если посмотреть ваше последнее заявление, то красной нитью такая мысль проходит, извините за патологию, что Украину будут задержать и политику, и экономику до выборов канцлера в Германии. Затем все посыпется. Ну, во-первых, это не совсем так. То есть там сыпется все уже. Кроме того, надо понимать, что ни Германия, ни Европейский Союз не обладают достаточными ресурсами, чтобы удерживать самостоятельную ситуацию на Украине. То есть, как минимум, сейчас администрация Обамы пытается удержать ситуацию от взрыва до выборов президента Соединенных Штатов до ноября месяца. Естественно, европейские политики, не только Меркель, но и Оланд заинтересованы, чтобы выборы во Франции и в Германии прошли на фоне, если не каких-то успехов в украинском вопросе. Они здесь, насколько я понимаю, уже разочаровались в возможности принуждения Киева к исполнению Минских соглашений. То, по крайней мере, чтобы там опять-таки не возникало эксцессов. Но повторю, что у них для этого самостоятельного ресурса нет. И здесь они будут полностью зависеть от возможностей Соединенных Штатов. Ну и далее, надо сказать, что возможности Соединенных Штатов тоже не безграничны, потому что на данный момент киевский не только уже правящий режим, но и его внутрирежимные оппоненты, они оказались в ситуации, когда им по большому счету мнение Вашингтона, Берлина, Парижа, не то, что абсолютно безразлично, но их внутренние проблемы на сегодня перевешивают их склонность прислушиваться к мнению собственных союзников. Потому что ситуация на Украине критическая, в общем-то внутренний ресурс практически исчерпан, и сейчас место президента начинает обладать уже исключительной ценностью не только в плане каких-то властных полномочий и возможности получать доступ к бюджетным средствам и так далее, но это фактически единственное место, которое обеспечивает его владельцу хоть какое-то экономическое выживание. То есть все остальные, кто не допущен к возможностям президентской власти использования своих финансовых и экономических интересов, они оказываются, по сути дела, в роли уже не потребителей, а потребляемых. В связи с этим последние примерно полгода мы наблюдаем постоянное усиление давления на Порошенко, когда его оппоненты изнутри режима требуют все активнее и настойчивее проведения досрочных парламентских выборов, потому что они понимают, что в сложившейся ситуации на досрочных парламентских выборов Порошенко парламент проигрывает, соответственно их вес усиливается и дальше они могут либо блокировать президентские возможности, то есть сделать Порошенко ничего не знающей марионеткой, либо, что более вероятно, просто на следующем этапе Порошенко свергнуть. Поэтому вот сейчас, как раз в последние буквально пару недель, мы видим, что опять обоскрилась ситуация, в Киеве начали говорить об опасности государственного переворота уже и провластные, и антивластные эксперты и политики, и кроме того, власть заговорила о возможности введения военного положения и о том, что фактически готовится к возобновлению боевых действий в Донбассе. И о том, что, в общем-то, это серьезно, свидетельствует заявление российского МИДа, который предупредил Францию, Германию, то есть партнеров по Минску, что Киев собирается не просто нарушить Минские соглашения, но развязать в очередной раз войну. Опять-таки мы видим, что несмотря на попытки даже Соединенных Штатов, причем на высоком уровне, это не только Нуланд, которая уже в Киеве практически прописалась, это и Байден, который приезжал, собирал в Верховной Раде всю украинскую политическую элиту и говорил им, что Минск надо выполнять, что в этом ничего страшного нет. Тем не менее, они успеха не достигли, Киев остался на своих позициях, и сейчас, в общем-то, следует ожидать, что в определенной степени киевские политики будут проводить, такую независимую, агрессивную политику, несмотря на позицию Европы, позицию Соединенных Штатов. Спасибо. Вот Петр Порошенко постоянно говорит о каких-то успехах, то в области новой бронетехники, то вот новый самолет собрались. Это что, блеф? Потому что, если послушать экспертов, ну, например, вас, да, то все наиболее квалифицированные кадры уже выехали в Россию, работают в России. Могут ли они создать какой-то супер самолет? Нет, ну, теоретически создать можно все, что угодно, да, значит, но проблема же не только, кстати, в кадрах. Можно там и с не очень квалифицированными кадрами, используя там старую документацию, значит, старые чертежи, попытаться создать там и какой-то танк, да, и какой-то самолет. Но для того, чтобы запустить подобную вещь в Сирию, необходимо обладание технологиями, обладание ресурсными возможностями. Ну, например, танк склепать теоретически возможно, но Украина никогда не выпускала танковые пушки, а, следовательно, ее возможности танкового строительства ограничены теми орудиями, которые она может снимать с танков, стоящих на консервации. Украина сейчас не способна производить танковую броню, следовательно, она может использовать только корпуса танков, стоящих на консервации. Украина не способна производить новые моторы для танков, следовательно, опять-таки, это танки, стоящие на консервации. То есть, ну, а уже два года она использует этот ресурс, потому что танки, которые стояли на консервации, они были не новыми, И там в лучшем случае с лёг четырёх машин можно было собрать одну. С самолётами дело ещё сложнее, потому что если танков оставались тысячи на Украине, то авиационная техника была в основном вся благополучно распродана или давно, по сути дела, развалилась. Также было видно по первым боям гражданской войны, когда Киев ещё пытался использовать авиацию. При номинальной численности авиационного парка около 300, если не больше, машин, в реальности Киев мог использовать несколько десятков самолётов и вертолётов. И, в общем-то, на этом его возможности заканчивались. Создать сейчас что-то новое, опять-таки, практически Киев не в состоянии. Поэтому, ну, конечно, Порошенко будет говорить, что что-то построили, что-то создали и так далее, потому что власть должна демонстрировать успехи, тем более власть, которая приходила путём государственного переворота и которая обещала, что сразу же после свержения преступного режима в стране потекут молочные реки с кисельными берегами. Значит, необходимо демонстрировать какие-то успехи, хотя бы для того, чтобы поддерживать боевой задор своих сторонников. Но мы же видим, что уже, в общем-то, этим заявлениям не верят даже сторонники режима. То есть постоянно идут сообщения всяких волонтёров, военных, всех, кто там пребывает в зоне боевых действий, о том, что заявления власти резко расходятся с действительностью, что количество техники в войсках не только не увеличивается, но сокращается, что та псевдоновая, которая туда попадает, не соответствует заявленным характеристикам и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос касательно разрыва отношений между Россией и Украиной, который произошёл после переворота, он был очень болезненным. Но сейчас, может быть, ситуация пойти в другую сторону, Маренко очнуться в другую сторону, и начаться какие-то процессы, ну, разумеется, после ухода действующего режима? Ну, я думаю, что до ухода действующего режима ещё достаточно далеко, то есть это не завтра, да. Во-вторых, уход Порошенко не означает уход действующего режима. И даже распад Украины как централизованного государства, который, в общем-то, уже идёт, и я думаю, что через пару-тройку месяцев должен будет логически завершиться, он тоже не будет означать уход действующего режима, потому что из всех реальных политических сил на Украине какой-то вес и возможности для захвата власти имеют только откровенные нацистские радикалы, которые вооружены, хорошо вооружены, значит, имеют опыт боевых действий, сбиты уже в соответствующие подразделения и части, в общем-то, которые даже создали, ну вот как, например, Азов-полк, да, создал так называемый гражданский корпус Азов, фактически они создали политическую инфраструктуру, которая охватывает всю Украину, значит, и, по сути дела, заменить нынешний такой нацио-олигархический режим могут только откровенные нацисты. И я повторяюсь, но даже если начинается, так сказать, распад Украины, причем не такой вот, как сейчас, когда власть слабеет, но все-таки вроде бы как повсеместно признается, ее указания могут не выполнять, значит, но тем не менее формально суберенитет Киева признается. А если начнется даже реальный распад, да, то все равно в первую очередь на местах власть будут пытаться захватить именно нацистские боевики. Я думаю, что в большинстве случаев им это удастся, потому что какого-то организованного сопротивления ждать не приходится. Все политические силы, даже те, которые были, и те, которые, в общем-то, были соглашательскими и коллаборантскими, они все равно практически уничтожены или маргинализированы активных вооруженных бойцов там просто нету и не было никогда. Значит, соответственно, когда в каждом городе у нацистов есть политическая инфраструктура и есть готовые войска, да, то они единственные потенциальные претенденты на власть. А в условиях, когда Киев теряет привлекательность, именно в силу того, что нет ресурса, нет бюджета, да, Киев ничего не может дать, он может только взять. В этих условиях, в общем-то, логично, значит, захватывая какую-то свою мелкую кормовую базу, неважно в размерах области или в размерах района, просто ее удерживать уже для обеспечения поддержания жизнедеятельности собственной банды. Неважно, будет она там называться батальон «Айдар» или полк «Азов», но для того, чтобы каким-то образом, значит, обеспечивать вот этих вот своих боевиков. Еще раз говорю, есть нацистские силы, которые претендуют на всеукраинский характер, в частности, тот же самый «Азов», но я не думаю, что у них получится сместить в Порошенко, сохранить Украину в целостности. А проблема смещения Порошенко, она стоит в фавестке дня. Это даже страшно становится. В своих интервью вы не раз говорили, что есть такая добрая традиция, недобрая, что каждый президент Украины глупее, как следующий глупее предыдущего, поэтому шаг тоже будет следующий. Ну, я уже тоже говорил, что если Янукович был последним легитимным президентом Украины, то Порошенко, очевидно, будет последним нелегитимным президентом Украины. Потому что после его свержения провести еще одни выборы и опять международно легитимировать очередного путчиста уже не сможет практически ни Вашингтон, ни Брюссель, потому что изменилось и отношение к Украине, изменилась вообще-то ее материальная ценность в геополитических раскладах. Потому что если два года назад кто-то мог еще предполагать, что Украину можно использовать как этот таран против России или как объект, связывающий российские ресурсы, то сейчас, в общем-то, уже всем понятно, что Украина – это большое бремя. И сейчас и Соединенные Штаты, и Европейский Союз пытаются от этого бремени избавиться и переложить разрешение украинских проблем теперь уже на Россию. Но, опять-таки, это можно сделать только путем развязывания всеобъемлющей гражданской войны на территории Украины, на всей территории Украины, либо сваливания страны в абсолютную махновщину. Собственно, это параллельные процессы. Потому что, как Вы понимаете, если бы подобные процессы происходили бы в Мексике, то это была бы проблема в Соединенных Штатах. А поскольку они происходят на Украине, то это проблема Российской Федерации и в значительной степени проблема Европейского Союза. Ну вот, собственно, именно поэтому Россия пытается в последние годы удержать хоть какую-то условную стабильность на Украине, потому что то, что будет после Порошенко, будет явно еще хуже, чем Порошенко. То есть, условно, может быть, там где-нибудь в Донбассе станет лучше, потому что при развале страны, понятно, что развалятся и армии, и, очевидно, там прекратятся обстрелы, исчезнет вообще опасность военного вторжения очередного в Донбасс. Но то, что с точки зрения российских интересов, и с точки зрения общей ситуации на Украине станет значительно хуже, это совершенно очевидно. Поэтому, в общем-то, каждый, кстати, отсроченный день, вот этого вот сваливания в анархию, он дает нам возможность, ну, во-первых, каким-то образом к этому подготовиться, во-вторых, вести работу с тем же самым Европейским Союзом, где уже тоже, кстати, сознают, что проблему они себе создали огромную, и точно так же, в общем-то, не знают, как ее дальше решать. Потому что понятно, что не сегодня, через месяц, не через месяц, так через полгода, но анархия, распад и гражданская война там неизбежны. Значит, а как это остановить, непонятно никому, потому что, как я уже сказал, на Украине нету ни одной сейчас нормальной политической силы, которая была бы способна взять на себя ответственность, обладала бы достаточными ресурсами, возможностями и обладала бы достаточным народным доверием для того, чтобы каким-то образом попытаться сконцентрировать власть и выступить в том числе и авторитетным игроком на международной арене. А все вот эти вот бандитские, значит, нацистские формирования, они в лучшем случае способны, как в 19-м, в 20-м году, крупные и мелкие банды контролировать какой-то участок территории, из которого, собственно, и кормиться таким полуфеодальным способом, полунабегарым. А чем это нам грозит? Вот вы сказали, что в течение трех месяцев или даже полугода грядут какие-то драматические события, связанные с распадом Украины. Вот чем нам это грозит с точки зрения экономики и политики? Все-таки Украина, наш сосед, все-таки 40 миллионов. Ну, думаю, что сейчас уже не 40, потому что даже по официальным, кстати, украинским данным, там, где считают живых, мертвых и не родившихся, а сейчас 42 миллиона, да, с учетом уехавших и не вернувшихся или находящихся постоянно на заработках, думаю, что там в стране сейчас в лучшем случае 35 миллионов. Кстати, это, в общем-то, совпадает с оценками даже украинских экспертов. Просто никто точно не считал, никто, значит, сейчас точно не скажет. Но, как вы понимаете, в первую очередь превращение огромного приграничного государства в черную дыру, значит, неуправляемую. Это проблемы и бандитского трафика, и наркотрафика, и оружейного трафика, и так далее. Это необходимость обустраивать на 2,5 тысячи километров границы, что очень немало, очень дорого, и требует присутствия просто большого количества, в том числе и войск, да, и вложения денег в достаточно сложные технические сооружения. Кроме того, когда разваливается страна и население оказывается в состоянии гуманитарной катастрофы, это приводит к потоку беженцев. Значит, мы, допустим, уже видели, что только начало боевых действий в Донбассе привело на пике к примерно 1,5-2 миллионам беженцев на российскую территорию. Сейчас, по оценке ФМС, осталось около миллиона, многие вернулись назад. Тем не менее, это немало, с учетом того, что в Донбассе до начала боевых действий жило порядка 7,5 миллионов человек, а на территории, которая контролировалась ДНР и ЛНР, проживало 4 миллиона человек. Значит, кроме того, около 2 миллионов оказалось на территории, которые подконтрольны украинским властям, но тоже это перемещенные лица, которые выехали из зоны боевых действий. Значит, вот есть вот две области с населением 7,5 миллионов, далее от 3 до 4 миллионов беженцев и перемещенных лиц, то можно представить себе, сколько даст 30-35 миллионная Украина. Понятно, что часть двинется на запад, туда, во-первых, значительно сложнее попасть, во-вторых, часть, безусловно, двинется и на восток, потому что для населения той же самой Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской области более логично пытаться переходить российскую или белорусскую границу со всех точек зрения, не только с точки зрения близости, но и с точки зрения возможности трудоустройства и так далее, и так далее, и так далее. Значит, поэтому даже с этой точки зрения обвал Украины приводит к достаточно драматическим последствиям и для России, в том числе к финансово-экономическому перенапряжению, потому что, ну, там, миллион-полтора-два беженцев с ними как-то разобраться смогли, хотя тоже, в общем-то, было достаточно тяжело. Поддержать более или менее нормальное существование Донбасса как-то смогли, хотя тоже он находился в 2014 году в состоянии гуманитарной катастрофы, и до сих пор туда идут гуманитарные конвои. И, в общем-то, более или менее работающая административная вертикаль в Донбассе при помощи России выстраивалась два года и до конца еще не является полностью эффективной, да. И, несмотря на помощь России, опять-таки промышленность Донбасса сейчас работает в лучшем случае процентов на 30. Значит, если речь идет о огромном государстве, то это и проблема на несколько порядков больше. Кроме того, не надо забывать, что все еще порядка 60 миллиардов кубов российского газа идут через украинскую территорию в Европейский Союз. В лучшем случае Северный поток-2 заработает, начиная с 2019 года, а полностью отказаться от украинского транзита Газпром планировал с 2020 года, сейчас у нас только 2016. То есть впереди, по сути дела, еще три года, когда эту проблему каким-то образом надо решать. Пока в Киеве сидит любое самое ублюдочное, самое маргинальное и самое слабое правительство, оно все-таки несет за это какую-то ответственность, да, и эта проблема решает. Во всяком случае, два года совместными усилиями с Европейским Союзом, который фактически платил Газпрому за украинское потребление для того, чтобы газ бесперебойно шел в ЕС, ее решали. Но если на территории, через ту иру проходит газопровод, окажется там 20, 30, 40 никому не подконтрольных банд, которые живут, по сути дела, горбежом и которым плевать, прошел газ в Европу, не прошел газ в Европу, значит, с ними договориться будет невозможно. Они даже могут взрывать этот самый газопровод не для того, чтобы досудить Россию или ЕС, а для того, чтобы досудить соседние банди. Это, кстати, тоже... Кстати, вопрос по поводу транзитера Украины. Мы только что записали интервью с экспертом по нефти Крутихиным. И он сказал, два часа назад записали, он сказал, знаете, что Украина последние годы выполняла полностью обязательства своих транзитера. Никаких проблем не было. Я еще раз говорю, для того, чтобы Украина выполняла свои обязанности по транзиту газа, а для нее именно газ является, значит, важнейшей проблемой Европейский Союз в два раза, в 2015 году и в 2016 году на трехсторонних переговорах договаривался. В первом случае он платил Газпрому за Украину полтора миллиарда долларов, значит, еще 500 миллионов отдавал за старые долги Украины. Сколько он заплатил в 2016 году, я сейчас точно не помню, но, по-моему, цифры сопоставимые. То есть те же самые миллиард полтора долларов, это только для того, чтобы газ без перебоя нашел транзитом в Европейский Союз, потому что Украина за себя платить отказывалась, говорила, что денег нету. И совершенно открытым текстом заявляла, что в том случае, если газа не будет для Украины, то и транзит будет закрыт. Значит, соответственно, для того, чтобы транзит продолжался, просто платил Европейский Союз. Кстати, вот есть логика определенная. Если Россия оккупант, то зачем давать хоть одну гривну оккупанту? Нет, но дело в том, что если Россия оккупант, то Украина могла просто на этом основании закрыть транзит и не закупать российский газ. Но она же этого не делает, да? Тем более, Украина официально войну России не объявила. Значит, более того, даже в переговорах, которые Украина ведет в Минске, Россия же выступает не как старт на переговорах, а как последник. То есть, по сути дела, Украина пользуется последничеством страны, которую считает оккупантом. Это, в общем-то, не совсем адекватная позиция. Здесь смотрим, там не смотрим. Здесь играем, там не играем. Ну, так вот, нас, в принципе, не интересует, что по этому поводу говорят украинские политики. Я уже сказал, могу еще раз сказать, что это люди совершенно неадекватные, в общем-то, ну и, мягко говоря, мерзкие. Но в любом случае, значит, проблема газового транзита, это проблема не только наша, это проблема Европейского Союза, это громадная проблема до тех пор, пока необходимые объемы нельзя пустить в обход Украины. И, следовательно, пока там есть центральная власть, да, как-то с ней договориться, чтобы Украина выполняла свои обязательства, можно. И даже, в конце концов, там, на 2-3 года можно закрыть глаза на любые безобразия, там, и на любые даже финансовые потери. Потому что потом вступит в силу, там, северный поток, и дальше можно будет забыть об этом, как о страшном сне. Но если и когда на Украине начнется абсолютная анархия, вот с этими анархистами уже ни о чем не договоришься. И Европейский Союз он даже при желании заплатить не сможет, потому что непонятно, кому платить и за что. Сегодня банда контролирует газопроводы, завтра она не контролирует газопроводы, а послезавтра-то пришла вообще другая банда. Это огромная проблема, поскольку очевидно, что до 2019 года Украина как целостное государство не удержится, а скорее всего мы сейчас уже присутствуем при начале очередного витка войны, причем с распространением ее на всю территорию Украины. То есть, судя по всему, сейчас стартует этот процесс. Не знаю, сумеют ли украинские власти его погасить. Пока что в Киеве наблюдаются достаточно панические настроения. То, в общем-то, надо готовиться к тому, что уже к концу 2016-го, к начале 2017-го года мы слухнемся с этой проблемой транзита, и нам ее как-то надо будет решать совместно с нашими европейскими партнерами. Хорошо, если Украина протянет еще год в таком вот межумощном режиме, как сейчас, но протянет ли? Что вы думаете по поводу санкций? Тоже, кстати, для инвесторов очень интересная тема. Злободневность. Санкции Запада, да? Мне кажется, может меня поправить вот эти вот последние скандалы, связанные с Олимпиадой, с допингами, показывать, что Запад как объявил нам войну гибридную, по выражению аналитика Маркова, политолога, так и она продолжается. И никто санкции на вас не снимет вообще никогда. Ну, во-первых, ничего не бывает никогда. Значит, рано или поздно все кончается. Во-вторых, понятно, что Запад ведет с нами войну. Причем не столько Запад, сколько Соединенные Штаты. Европа, как ваш партнер, была принуждена в данном случае поддерживать американскую политику. У Соединенных Штатов в рамках той парадигмы, в которой они развивались последние 20 лет, по сути дела, не было другого выхода. Воевать с нами физически они не могут. Хотя сейчас в Соединенных Штатах уже, так сказать, поговаривают некоторые о том, что надо бы и горячую войну развязать. Значит, но это самоубийство. Значит, в условиях противостояния двух ядерных держав. Значит, в то же время Соединенные Штаты выстроили свою экономическую модель, как мы знаем, на суть дела ограбления всего остального мира в свою пользу. Но эта модель могла действовать даже с перебоями, даже с учетом того, что свободные рынки практически завершились, и уже надо было отбирать какие-то кости у друзей, партнеров и союзников. Но эта модель могла действовать только до тех пор, пока Соединенным Штатам никто на мировой арене не мог противостоять. Как только появляется оппонирующая им сила, как, например, был Советский Союз, если они эту силу не могут сломать, то, соответственно, все потенциально недовольные политикой Соединенных Штатов, а это весь мир, начинают пытаться уйти под зонтик этой силы. И вот как раз действие Соединенных Штатов против России, это попытки сломать проведение России самостоятельной внешней политики. Потому что если Россия соглашается на роль младшего партнера Соединенных Штатов, тогда все прекрасно, все смеются, всем недовольным некуда деваться, Соединенные Штаты все равно всем руководят, а кому не нравится, вот вам судьба Каддафи. Ну или Милошевич, а кому как повезет. Если же, повторяю, существует государство оппонент, которое они не в состоянии сломать, то, соответственно, вокруг него начинают концентрироваться недовольные. А как только видно, что одному можно, второму можно, третьему можно, то вся система политического доминирования Соединенных Штатов рассыпается. А вместе с системой политического доминирования рассыпается и система господства доллара в качестве единой мировой резервной валюты, и экономическое господство Соединенных Штатов. То есть, по сути дела, они из состояния привычного благополучия почти моментально обрушиваются в кризис хуже сомалийского. И, кстати, в России некоторые эксперты говорили о том, о чем мы некоторыми своими действиями позволяем Соединенным Штатам протянуть дольше. Вот взяли бы, обвалили бы доллар, распорвали бы собственные долларовые запасы, и пусть бы они все сейчас барахтались. Поскольку мы живем в той же самой системе, где господство доллар как единая мировая резервная валюта, выйти из нее без потерь, или даже без катастрофических потерь, единовременно, если эта система валится, невозможно. То есть, опять-таки, выигранное время использовалось в России для того, чтобы переформатировать свою экономику, кстати, она еще не до конца переформатирована, этот процесс идет, для того, чтобы подготовить свою финансовую систему. К неизбежному краху доллара. И, опять-таки, чем дольше тянулся вот этот вот переход, чем больше мы выигрывали времени, тем лучше мы к этому были готовы. Поэтому, в сложившейся на сегодня ситуации, мы ведем с Соединенными Штатами такую условную войну, когда абсолютный крах твоего оппонента завтра не своевременен. Соединенные Штаты точно так же не заинтересованы в крахе России завтра, в смене власти, в смене политики, да, заинтересованы, но не заинтересованы в сломе России как государства, потому что в таком случае они получают анархию не просто на огромной территории, на это бы они плюнули, но на территории, напичканной оружием, в том числе ядерным оружием, которое в состоянии сверечь лица земли сами Соединенные Штаты. И это-то им как раз не надо. Мы со своей стороны тоже не заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты погрузились в абсолютную анархию и чтобы эта система рухнула прямо сейчас. До тех пор пока не выстроена какая-то новая система, которая в состоянии перехватить вот эти полномочия падающих Соединенных Штатов, не в состоянии обеспечить какую-то хоть условную стабильность, пусть на более низком уровне экономического благополучия. До тех пор вот эти вот танцы будут продолжаться. Охталось буквально 30 секунд до нашего конца интервью. Я правильно расслышал, что в долгосрочной перспективе крах доллара не избежен? Да, совершенно правильно. Но, во-первых, как я сказал, ничего не бывает вечным. Во-вторых, сама американская система – это, по сути дела, один огромный пузырь, одна огромная пирамида МММ. Значит, пирамиды рано или поздно рушатся, даже если они поддерживаются штыками. Спасибо вам за интервью интересное. Не за что. Вам спасибо.